Друзья, всем привет! Сегодня в течение трех минут рассказываю о постановлении надзорной коллегии Верховного Суда. Там они, оценив действия одного мошенника, признали его виновным в совершении преступления. Итак, надзорная коллегия установила, что осуждены без надлежащего уведомления соучредителя путем обмана оформил договор купли-продажи имущества ТУО. Подробнее об этой истории изложено в решении СМЭС Акмолинского областного суда. Прошу обращать внимание только на факты и на те формулировки, которые оставил суд. Из него вы обязательно все поймете. По крайней мере, вы должны все это понять. Итак, участниками товарищества Яхонт ИК являются Миронов с 50% и Фокина 50%. Высший орган управления – общее собрание участников товарищества. 1 марта 2006 года Миронов в нарушении устава товарищества, учредительного договора, действующего законодательства Республики Казахстан, не согласовав своих действий со вторым учредителем Фокиной, заключил с ТУО «Роял Групп ЛТД» от имени ТУО Яхонт ИК договор купли-продажи земельного участка общей стоимостью 980 тысяч тенге. Полученные деньги присвоил себе, причинив тем самым материальный ущерб Фокиной. Таким образом, суд установил, что Миронов, являясь участником ТУО Яхонт ИК, с 50% долей участия в уставном капитале, совершил действие по отчуждению имущества ТУО без согласия второго учредителя ТУО Фокиной, обладающей равной с Мироновым долей в уставном капитале товарищества, причинив тем самым ущерб как самому ТУО, так и второму учредителю Фокиной. То есть главный месседж всего того, что написано в этих судебных актах, так это то, что сделка от имени товарищества совершена с нарушением пункта 1 статьи 43 и пункта 1 статьи 46 закона Республики Казахстан о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Вот опираясь на эти судебные акты, можно четко видеть состав уголовного правонарушения, конкретно в действиях Сагнаева и Топаловой, о которых мы говорили в прошлом нашем видеоролике. Кстати, друзья, можно добавить, что мы сегодня сходили к нотариусу, который в 2017 году удостоверял сделку по купле ТУО Бикшен РАХ. Обратите внимание, что перед вами сейчас протокол общего собрания. Здесь два нормальных учредителя нормально приняли решение о покупке ТУО. И самое главное, что все они сделали по закону. То есть при покупке ТУО у них есть протокол общего собрания, а при расторжении и отчуждении договора такого протокола, к сожалению, нет. И здесь вот у нас как бы есть спор, но как такового для нас спора нет. Все предельно очевидно и ясно. Главное, чтобы вот у нас теперь суд не заблудился в этих трех соснах. А то мало ли чего, вдруг у нас суд узаконит, не дай бог, какое-нибудь правонарушение. Всем добра. Завтра суд. Увидимся.